Я уже показывал вам, уважаемые слушатели, эту замечательную картинку. И мы с вами уже пришли к выводу, что судить о том, как растет ВВП, по таким данным нельзя. Если мы возьмем ВВП России в рублях, пересчитаем это в доллары, по курсу, допустим, 50 рублей за доллар, или по любому другому неизменному курсу, то российская инфляция от этого никуда не денется. Так что я хочу вам теперь предложить более изощренный вариант. Предположим, мы все равно переведем российский ВВП из рублей в доллары, но сделаем это по текущему курсу. Допустим, ВВП 1996 года мы переведем в доллары по среднегодовому курсу 1996 года. ВВП 1997 мы переведем в доллары по среднегодовому курсу 1997 года. Ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть для каждого года мы будем использовать свой курс, а не какой-то единый для всех. Как вы думаете в данном случае, удастся ли нам получить показатель более хорошего качества, из которого будет убрана инфляция? Как вы думаете? Такое могло бы произойти, если бы курс доллара изменялся в точности в соответствии с инфляцией. И отсюда сразу такой вопрос. А насколько точно вообще темп роста курса доллара связан с темпом российской инфляции? Соответствуют ли они друг другу? Возможно ли такая ситуация, когда соответствия нет? Допустим, цены растут, а курс не растет, а наоборот падает. И наша история экономическая российская дает нам на второй вопрос утвердительный ответ. Вот посмотрите, весь период начала 2000-х годов у нас курс доллара по отношению к рублю снижался. При том, что в России не было ни одного дефляционного года, цены в России все время росли. Больше или меньшей степени, но росли. И получается, что вот в этот выделенный период у нас курс доллара и инфляция шли совершенно в разные стороны. То есть цены росли, курс доллара падал. А значит, между темпом роста курса и инфляции нету однозначной связи. На курс доллара, кроме инфляции, влияет множество других показателей. И поэтому просто перейти от рублей к доллару, даже по текущему курсу, это не означает избавиться от инфляции. Долларовый показатель, который вы получите в результате такого перехода, станут еще хуже. В них добавится еще динамика курса, и что там происходит в ВВП будет совершенно непонятно. Полученный в результате показатель у нас уже будет зависеть от трех величин. От изменения производства, от российской инфляции, а еще и от динамики курса. Соответственно, он будет уже совсем ни на что не годен. Анализ такого показателя производить будет тоже нельзя. И это еще не все. И еще раз к этому же многострадальному рисунку мы вернемся. Я задам вам последний вопрос по нему. А насколько корректно сравнивать разные страны мира? Если мы берем, допустим, ВВП, ну скажем, пусть будет все хорошо, 2011 года. ВВП России, Индии, Китая, Германии. Все эти ВВП из национальных валют переводим в доллары, ВВП 2011 года. Курс используем тоже 2011 года. Можно ли в таком случае будет сравнивать ВВП разных стран между собой? И тут, оказывается, тоже ответ нет. Такое сравнение тоже будет некорректным. Для сравнения величин нельзя использовать обычный биржевой обменный курс. Нужен некий специальный курс, который экономисты называют паритетом покупательной способности. Что это такое, я, как всегда, объясню вам на упрощенном примере. В обменном пункте вы можете увидеть вот такой вот курс 50 рублей за один американский доллар. Вот тут вот красненькая буква Е я обозначил обменный курс. Дальше. Предположим, что у нас есть два условных гражданина. Российский гражданин Иван, который зарабатывает 5000 рублей. И американский гражданин Джон, который зарабатывает за тот же период 100 долларов. Такой вопрос. Чья заработная плата больше? Казалось бы, если перевести 5000 рублей в доллары по этому биржевому курсу, получится как раз 100 долларов. Но, как вы понимаете, явно есть какой-то подвох. Вот давайте мы добавим некоторую дополнительную информацию. Предположим, что Иван на свои деньги может покупать бутерброды. И цена одного бутерброда 100 рублей. А Джон на свою зарплату может покупать гамбургеры. Цена одного гамбургера 4 доллара. Ну и бутерброд с гамбургером немножко отличаются по дизайну, по пищевым свойствам, по вкусу, по весу. Они приблизительно одинаковы. Соответственно, если мы посчитаем заработную плату Ивана и Джона в единицах покупательной способности, в бутербродах и гамбургерах, получается, что Иван за свою зарплату может купить 50 бутербродов, а Джон за свою зарплату только 25 гамбургеров. Так что Иван зарабатывает больше, будет в два раза толще, веселее. А данный пример показывает, что если в двух странах отличается покупательная способность доллара, скажем, на 100 долларов в Соединенных Штатах, можно купить меньше еды, чем на 100 долларов, на сумму эквивалентную 100 долларам в России. То в таком случае сравнивать заработные платы, используя обычный биржевой курс, некорректно. А как вы думаете, какой обменный курс нужно использовать, чтобы правильно сравнить заработную плату Ивана и заработную плату Джона? Правильным курсом в данном случае будет 25 рублей за доллар. Если мы пересчитаем зарплату Ивана из рублей в доллары по курсу 25 рублей за доллар, то получится 200 долларов. И получится правильный результат, что Иван зарабатывает в два раза больше, питаться может в два раза лучше. И вот этот пример показывает, чем отличается биржевой курс от некого специального курса, который используют для международных споставлений и называют паритетом покупательной способности. В нашем примере биржевой курс 50 рублей за доллар, а ППС 25 рублей за доллар. Кстати говоря, самый простой способ в нашем упрощенном примере получить вот этот паритет покупательной способности, это просто поделить 100 рублей цену российского бутерброда на 4 доллара цену гамбургера. Возможно, вы слышали про такой интересный индекс, индекс Биг Мака, который считают в журнале The Economist. В данном случае берут совершенно идентичный товар, даже более идентичный, чем у меня, Биг Мак, который продается в сети ресторанов Макдональдс по всему миру. И сравнивают, сколько стоит Биг Мак в России в рублях, сколько стоит Биг Мак в Америке в долларах. И вот отношение этих двух цен, цена Биг Мака в России в рублях, цена Биг Мака в Америке в долларах, и дает вот этот самый индекс Биг Мака. И получается, что этот индекс, это как раз есть некая оценка паритета покупательной способности. Вот того обменного курса, который надо было бы использовать для того, чтобы сравнивать зарплаты, ВВП, какие-то другие показатели в России и в США. Я вам могу привести пример, как соотносится биржевой валютный курс и вот этот специальный курс для сравнения паритет покупательной способности в разных странах мира. Самые свежие данные, которые у меня были, относятся к 2008 году. Вот вы уж извините, в 2008 году в России биржевой курс был порядка 25 рублей за доллар. А паритет покупательной способности, как видите, порядка 14 рублей за доллар. То есть по ППС получается, что доллар должен был бы стоить меньше рублей. Ну или по сравнению с ППС получается, что рубль российский у нас на валютном рынке недооценен. Может быть вы слышали вот такой термин. То же самое в Белоруссии, Казахстане, Португалии. Во всех этих странах курс по приоритету покупательной способности меньше, чем биржевой валютный курс. Но есть три других страны. Норвегия, Япония, Германия. И для них все иначе. Причем обратите внимание, что для Германии и Португалии биржевой курс один и тот же. В этих странах и в Германии, и в Португалии в обращении евро. И биржевой курс одинаковый. А вот курс по приоритету покупательной способности для Германии и Португалии разный. Почему так происходит? Дело в том, что ППСный курс, так его давайте условно назовем, будет ниже, чем биржевой. В стране, в которой уровень цен в среднем ниже, чем в Соединенных Штатах. Если это более дешевая, чем Соединенные Штаты страна, как Россия, Беларусь, Казахстан и Португалия, то соотношение будет меньше единицы. В более дорогих, чем Соединенные Штаты странах, наоборот, курс по приоритету покупательной способности будет больше, чем биржевой валютный курс. Соотношение будет больше единицы. Ну и исходя из этой логики, получается, что из всех стран, которые представлены в этой таблице, самая дорогая страна — это Норвегия. То есть там уровень цен значительно выше, чем в Соединенных Штатах. Не говоря уж там сравнения уровня цен Норвегии и России. Так что очень хорошо, к примеру, в Норвегии зарабатывать деньги, а тратить их потом в России. Но делать наоборот будет очень дорого. Продолжая эту идею про более дорогие и более дешевые, чем Соединенные Штаты страны, я могу показать еще одну таблицу. Это еще более равный год, 1999, я специально взял его, потому что в этом году особенно сильно отличался уровень цен в России от уровня цен в Соединенных Штатах. Вот посмотрите, по разным видам товаров и услуг уровень цен в Соединенных Штатах принят за 100%. А уровень цен в данной, в другой стране, в таблице виден. Если страна более дешевая, чем Соединенные Штаты, то я покрасил циферки зеленым цветом. Если страна более дорогая, то красным. Ну вот вы видите, что Норвегия, Япония в целом страны более дорогие, чем Соединенные Штаты, а Россия, Польша и Украина это страны более дешевые. Хотя вот если мы возьмем, допустим, образование, то по образовательным услугам с Соединенными Штатами никто не сравнится. Самое дорогое образование в Соединенных Штатах и даже в Норвегии, и даже в Японии образовательные услуги стоят дешевле. Не говоря уже о России, которой в 1999 году образование было в 25 раз дешевле, чем Соединенные Штаты.